За что задержаны? Не знаю. Ну как не знаете? За мошенничество подозревают. А вы всячески отрицаете свою вину, правильно я вас понимаю? Однако оперативники неспроста подозревают этого молодого человека в мошенничестве. А теперь все по порядку. Пенсионерка Мария, подозревая свою соседку в краже ювелирных изделий, хотела проверить ее на детекторе лжи. В этот момент на пороге ее квартиры, представившись сотрудником силовых структур, появился 29-летний мужчина. Он в гражданской одежде был? В гражданской. Я вот так вот ногой держу дверь и говорю, будьте любезны, мне покажите документы. Он сказал, я вам не только документы покажу, но я вам попрошу расписаться о неразглашении тайны. Гость предложил ей решить проблему с воровкой соседкой, но полиграф по его меркам нынче дорогое удовольствие. Он говорит, это будет стоить 45 тысяч. Но нашу бабушку Машу просто так не проведешь. Все уловки мошенников она заверстучует. А я-то, когда только он ушел-то, я сразу в полицию позвонила. Мне говорят, такая вот ситуация. Я говорю, ну вот завтра-то я пойду сниму, а вы-то? Он говорит, не беспокойтесь, все будет обставлено. На следующее утро негодяй пришел к назначенному времени. И храбрая пенсионерка, сделав полицейским контрольный звонок, отправилась в банк на секретную операцию. Как и полагается настоящей шпионке, она всячески тянула вражеское время, пересматривая банковские чеки или по одной пересчитывая купюры. Дело было сделано, аферист положил сбережения бабушки Маши в сумку и собрался уходить. Но не тут-то было. Развязка была стремительная. И он только три шага сделал. С неба, что ли, не обрушились на него трое. И наручники. По данному факту, отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса. В этот же день подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 Уголовного процесса Кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого из-за меры пересечения в виде заключения по сражу. Если вы пострадали от действий данного лица, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 74 75 68 02 с мобильного 102. Андрей Багаев, Денис Желтов, Анастасия Потапова. Весь дежурная часть. Саратов.